Доклад называется «Критерий простоты алгебры Ли векторных полей на финном многообразии». Он основан на статье двух авторов «Алгебры Ли векторных полей на гладких финных многообразиях». Давайте сначала договоримся о том, в какой ситуации будем работать. Во-первых, у нас основное поле будет К, алгебраически замкнутое, и характеристики ноля. У нас будет афинное пространство АН, в котором мы будем рассматривать афинное многообразие Х. И у него можно рассмотреть алгебру регулярных функций, которая будет просто фактор алгебры многочленов от Н переменных по некоторому идеалу И. Ну и, соответственно, все многочлены, которые зануляются везде на Х. Вот, ну и речь пойдет про некоторую алгебру Ли, связанную с этим афинным многообразием. Во-первых, определим, что это за алгебра Ли. Про нее правильно будет думать, на самом деле, как про алгебру ДХ, ну, всех дифференцирований алгебры А. Ну, А это я написал. Еще раз, значит, Х это что? Х это афинное многообразие ВН. ВН. ВН, да. Ну, то есть замкнутые. А это его алгебра функций? Да, А это его алгебра функций, которая есть фактор кольца многочленов от Н переменных по некоторому идеалу. Да, при этом Х у нас будет неприводимым. Сам был сказать. Ну, соответственно, и это простой идеал. Так, ну и работать мы будем со следующим объектом. Д с нижним индексом Х, Х большую. Ну, это алгебра всех дифференцирований алгебры А. Ну, то есть, по определению, это множество всех линейных от выражений алгебры А в себя, которые удовлетворяют правилу Леница. Ну, это алгебра Ли. Так, ну, операция, это коммутатор двухдифференцирований, который тоже дифференцирован. Так, ну и вот первое, что надо сделать, это более явно описать эту алгебру, чтобы было понятно, почему, как минимум, чтобы было понятно, почему в названии сказано, что это алгебра ливекторных полей. Так, ну, во-первых, такое замечание, что если взять Х, равное АН, ну, то все дифференцирования АН, это просто, они устроены так. Это сумма, ну, каких-то многочленов ЖИТ на Д по ДХИТ, по Е от 1 до Н. Ну, это, в общем-то, кажется, более-менее стандартный факт из теории дифференцирований. Ну, почему? Потому что в силу правила Лебница мы знаем, что любое дифференцирование алгебры многочленов определяется однозначно действием на Х1, Х2 и так далее, ХН. Ну, если действие на ХИТ это какой-то ЖИТ, то можно вот так явно, такой явной формулой задать дифференцирование. Вот, ну и теперь такое предложение 1. Вполне возможно, тоже стандартный факт про то, как устроено дифференцирование алгебры А, которое получается факторизацией алгебры многочленов по идеалу. Ну, в общем, есть естественный изоморфизм между алгеброй всех дифференцирований вот этой алгебры А и теми дифференцированиями так, давайте введем обозначение, наверное, вот эту алгебру всех многочленов будем обозначать WN для краткости. Нет, плохо сказал, прошу прощения. Это плохая идея, потому что WN, поскольку WN, это алгебра на самом деле вот эта алгебра всех дифференцирований АН кстати, обозначена. WN, но это на самом деле прямая сумма по И от 1 до Н то есть еще раз это на самом деле алгебра Ли всех дифференцирований алгебры многочленов WN Ну вот, ну и утверждается, что алгебра Ли всех дифференцирований алгебры А это нужно взять все дифференцирования вот отсюда которые переводят идеал И в себя но при этом еще профакторизовать по тем мю которые переводят всю алгебру многочленов в И Ну то есть еще раз есть естественный способ получать дифференцирование алгебры А следующим способом нужно взять какое-то дифференцирование алгебры всех многочленов и если оно переводит идеал И то есть те многочлены которые являются нулями в алгебре А в себя то его можно спустить до дифференцирования алгебры А но при этом некоторые дифференцирования после такого спуска обращаются в ноль это ровно те которые все многочлены переводят в И поэтому по ним надо профакторизовать ну и утверждается тоже довольно простое утверждение что на самом деле любое дифференцирование алгебры А получается так там довольно коротко поэтому я напишу откуда это берется то есть еще раз в одну сторону то есть что любой вот такой любой элемент отсюда является дифференцированием алгебры А я проговорил ну а в другую сторону если мы возьмем какой-то элемент D из ну и дифференцирования алгебры А то мы можем просто посмотреть как он действует на образующих этой алгебры образующие этой алгебры это x1, x2, xn по модулю идеала И ну его действие это класс какого-то многочлена g, j, plus di, im ну и мы можем рассмотреть это просто ну просто определить это единственный возможен способ как сумму g, j, t на d, по d, x, j, t ну и там остается техническая проверка что действительно это подходит что можно разными способами выбрать но после факторизации Ну как, смотрите, вот эти элементы, жжи-то, если я выбираю какие-то другие, то в чем неоднозначность выбора, в том, что они будут отличаться на элемент идеала i. Поэтому такие дифференцирования для разных жжи, конечно, будут разными. Они будут разными, как дифференцирование алгебра многочленов. Но после факторизации, вот по тем μ, которые переводят всю алгебру многочленов i, они будут совпадать. Поэтому это однозначно определено. Вот это одна из технических проверок, которые надо сделать, что действительно это корректное определенное отображение. Ну и остается еще проверить, довольно коротко, что действительно это определяет бирекцию между этими объектами и дифференцированием. Я не понимаю, почему такое дифференцирование идеалов i в i, p? Ну давайте, да, я поясню, потому что, наверное, вообще более общее утверждение, что если я рассмотрю произвольный многочлен это f от переменных x1, x2, xn, и подействую на него этой, ну то справедливо вот такое тожество. Это будет, ну да, если я еще рассматриваю его класс по модулю идеала i, то это будет то же самое, что d, примененное к f от x1 плюс i и так далее, xn плюс i. Ну то есть еще раз берем произвольный многочлен f. d это дифференцирование алгебры a, которое мы изначально взяли. Ну я говорю, что для многочлена f, который просто равен какой-то переменной, вот это утверждение выполнено по нашему определению это. То есть если я возьму вместо f просто x, то у нас просто по определению это от x, и t плюс i будет g, и t. Ну по модулю идеала i. Ну а g, и t по модулю идеала i это и есть результат применения d к x, и t. Вот дальше из правила Лебница следует, что тогда это верно для любого многочлена. Потому что и d дифференцирование, и д дифференцирование правило Лебница удовлетворяет. Вот, ну и в частности, если я возьму f, который лежит в идеале i, то d от него должен быть равен нулю. Ну потому что если f какой-то лежит в идеале i, то это означает, что в алгебре a f от x1 плюс i и так далее, xn плюс i это ноль. То есть если f из i, то d от f вот. равен нулю. Но это и означает, что это от f должно лежать в идеале i. Ну в общем-то, отсюда на самом деле уже все остальное следует. Это теперь уже совсем полное доказательство. Я хочу спросить, господа, то, что Иванова следует за всеми элементарно, все понимают? Студенты, любых курсов, если что-то не дает, то спросите, что полезное не хочется, чтобы все это понимают. Ну а геометрически это значит, что всякое электронное поле на x, оно получается ограничение работа в x. Ну и получается, вот мы взяли алгебру дифференцирования и поняли, что любое дифференцирование алгебры a записывается вот в таком виде каком-то. Ну неоднозначно, правда, но записывается. Ну как раз про неоднозначность лимбратного электронного поля. Ну да, да. Нет, давайте все-таки про векторные поля. Все-таки чему у нас учат четкое векторное поле? Это по вектору в касательном пространстве в каждой точке. Вы сейчас объясните нам, как это происходит? Ну да, 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 я собирался это сказать. В общем, то есть еще раз, работать мы на самом деле будем вот с этим, вот с такой интерпретацией. Теперь, почему это все-таки векторное поле, в таком естественном смысле, к которому мы привыкли. Ну давайте, прежде чем это сказать, я скажу то, что он собирался и без этого. То есть давайте чуть более явно скажу про эту конструкцию. Во-первых, у идеала i можно взять какие-то порождающие F1, F2, Fn, Fm. Потому что идеал, хотя многочленов, конечно, порожден. Ну и тогда условие, что вот такая сумма жжитая d по dx житая является дифференцированием алгебры А. Ну как мы уже поняли, это эквивалентно тому, что она идеал i в себя переводит. Ну понятно, что достаточно требовать, чтобы она переводила в i только элементы F1 и F2, Fm, образующие идеалы. То есть тогда и только тогда, когда для любого i от 1 до m у нас это вот F и T, которая просто равно, ну, лежит в i. Ну и давайте я это запишу в виде системы, системы уравнений, которые понадобятся. Поэтому я ее напишу отдельно. Так, система уравнений здесь имеется в виду над А, над алгеброй А. Поэтому условие, что сумма вот такая лежит в i, я переписываю как то, что эта сумма равна нулю. Вот, и теперь к вопросу, почему это, естественно, воспринимается как векторные поля. Ну вообще, что такое векторное поле, как мы привыкли... Слово над А что означает? Ну в смысле я рассматриваю D все... А, все ограничения... Да, все ограничения... То есть и J и T, и D, F и T по D, и X, J, так элементы А. Сейчас вместо равно нулю можно написать, но велики. Да. Еще раз, векторные поля, да, вот как Владимир Владимирович сказал, мы привыкли воспринимать так, что вот у нас есть многообразие, в каждой точке многообразия есть касательное пространство, и в каждом касательном пространстве мы берем касательный вектор. Ну и этот выбор касательного вектора должен как-то разумно, образом, зависеть от точки. Вот, теперь... Почему, если я рассмотрю вот то, что здесь написано, то есть вот такие элементы, сумма J, J, D, F, D, J, и ограничил он, ну, ограничив какую-то конкретную точку многообразия, то получится какой-то касательный вектор в каком-то разумном смысле. Ну, давайте, во-первых, скажу, что... Как можно ограничить вот эту сумму, то есть вот это, то, что мы называли векторным полем, это дифференцирование в точку P, ну, понятно, надо подставить ЖЖТ, значение ЖЖТ в точке P. Ну, где P — это точка на многообразии X, какая-то производная. Теперь, что такое касательное пространство, но в самом наивном понимании, в точке P? Ну, в самом наивном понимании касательное пространство — это подпространство в афинном пространстве, объемлющем, в котором высекается некоторая система линейных уравнений. Ну, какое именно? Ну, вот на самом деле нужно взять F1, F2 и так далее, Fm, образующие идеала, и написать систему линейных уравнений в этой точке вот такую. То есть написать производный, посчитать значение производного в этих точках. И это если P имеет координаты P1, P2 и так далее, Pn, то получается вот такая система линейных уравнений. Так, ну, это тоже в точке P. D, F, M, T, P, D, X, N, O. Ну, и на самом деле система уравнений — это практически та же самая, что и здесь. То есть матрица у систем линейных уравнений, которую я написал Туделя, которая высекает касательное пространство в точке P, и матрица, которая определяет, какие векторные... матрица системы, которая определяет, какие векторные поля являются дифференцированиями алгебры А, она точно такая же, но это матрица Е-кубия вот этого набора F1, F2, Fm. Вот, поэтому если я вот в этой системе сделаю то же самое, то есть посчитаю значение в конкретной точке, то есть если у меня есть сумма... Ну, да, я не буду второй раз писать, я уже это написал. Вот, если у меня есть какое-то дифференцирование алгебры А, я ограничу его точку P, то я получу... Ну, да, то я получу такую сумму d по dx с коэффициентами g житая, которая удовлетворяет как раз вот этой самой системе, которая высекает касательное пространство, ну, в привычном наивном нам понимании, в точке P. Вот, ну, и поэтому если у меня есть дифференцирование, то я из него могу получить вот такой элемент, уже в афинном пространстве АН. Он лежит в АН, и поскольку значение g житых в точке P удовлетворяли системе линейных уравнений вот такой, с такой матрицей, с такой матрицей, матрицей Коби, то получается этот элемент будет лежать в касательном пространстве с точки P. Да, да, да. Ну, к многообразию x уже. То есть, на самом деле, если P надо убрать, тогда будет как раз элемент из касательного пространства, или точки. Да, да, да. Ну, просто касательный пространства здесь я воспринимаю вообще в совсем наивном смысле, как афинное подпространство, которое приложено именно в точке x. То есть, можно воспринимать, да, как вектор, у которых начало в точке P1, P2, Pn, ну и конец точки P1 плюс G1, P1 плюс G1, P1 плюс G1, P1 и так далее, Pn плюс G1, P1. Так, ну вот это ответ на тот вопрос, который был. Ну, почему, если я возьму значение дифференцирования в точке P, то это в естественном смысле приводит нас к касательному вектору. Да, ну и теперь... Если мы воспринимаем касательное пространство не как вектора, а как дифференцирование, которое из алгебры в K отображается, то мы просто берем наше дифференцирование и каждый уже поставим значение в точке. Ну да, да, да. Вот. Ну, теперь, как я сказал, дальше будем работать с дифференцированиями, ну, потому что описание алгебры дифференцирования, оно совершенно инвариантно, оно независимо даже от вложения в афинное пространство конкретное, поэтому лучше работать с ним. Ну и теперь сделаем следующее. То есть получается, что на самом деле вот это dx, это подмодуль, вот в таком модуле прямая сумма А, d по dx, g, g, g от 1 до n, ну, который высекается вот такой системой уравнений. А. Это свободный модуль А, d, n, он изоморфен. А n, ну и в нем какой-то подмодуль, ну и хотелось бы выбрать в нем в каком-то смысле, в разумном смысле, порождающее. В смысле А модуль. Да, это А модуль. Ну, просто потому что дифференцирование алгебры А, можно умножать на элемент алгебры А, получается, дифференцирование алгебры А. Вот, ну, проблема в том, что А это не поле, даже не кольцо главных идеалов, вообще говоря, мы не можем выбрать в каком-то разумном смысле порождающее. Этот подмодуль не факт, что будет свободным, но мы можем сделать что-то похожее. Давайте. Давайте я, во-первых, выпишу матрицу Epovia, которая здесь пока до сих пор никак явно не была выписана. Смотри, я прошу, можно еще раз пояснить, как мы его, вот мы просто рассмотрим такой свободный модуль. Да. Ну, здесь можно как картинки воспринимать, да. Ну, смотрите, просто любое дифференцирование записывается вот такой суммой. Просто эти G1, G2, Gn могут быть не любые, а только удовлетворяющиеся теми людьми. Это значит авторизацию. Вы, на самом деле, там вас авторизуете, видите? Ну, смотри, здесь G2 воспринимаются как многочлены, а тут уже как элементы А. А, и тогда это будет вложение? Да, да, да. Тогда никакой факторизации не происходит? Да. Сейчас, я правильно понял, что всякое дифференцирование в алгебре А в итоге однозначно записывается вот в таком бите, где G1 это элемент из А, а в этом вот это будет все. Да, ну, потому что оно записывается неоднозначно, если G1 воспринимается как многочлены, вот после того, как мы факторизуем, уже эта факторизация, это как раз и означает, что мы G2 воспринимаем по модулю И. Эти элементы — это образы наших X, это планеты наших элементов. Ну, тут мы дифференцируем по тем μ, которые переводят все многочлены в И. Но это эквивалент тому, что переводит X1, X2, Xn в И. Это значит на том, что уже И, а лишь от нитеснилевые кофе. Да, понятно. Сейчас я ответил вопрос. Ну, в общем, просто не прозвучало раньше, что вот этот G2 у нас, значит, это элементы цены. Да, просто почему я так захотел сказать, потому что я сейчас хочу сказать, что вот в этом модуле, в DX мы хотим, как он в разумном смысле, выбрать поражающее. Ну, проблема в том, что он сам по себе не свободный, поэтому в обычном смысле базис там выбрать нельзя. Но мы сделаем кое-что похожее. Во-первых, я матрицу Якоби выпишу. Еще небольшой комментарий. Вот эта запись, конечно, она зависит от того, как мы вложили X в афинное пространство, да? Да. А вот свойства этого DX быть свободными или несвободными модулями от чего нельзя? Это какое-то свойство афинного многообразия. Для какого-то афинного многообразия дифференцирование свободное модуль, а для какого-то несловобода. Это некая внутренняя свойства. То есть для афинных подсказ свободные, а иначе несловобода? Ну, не знаю. Я тоже не знаю. То есть как раз интересно. Вот. Ну и у этой матрицы Якоби ее можно рассмотреть, ее элементы мы воспринимаем как элементы А, но также ее элементы можно рассмотреть над полем частных А. ну, которые f обозначим. Да, если что, у нас x неприводимая, поэтому А без делителя нуля можно поле частных рассматривать. Ну и рассмотрение над полем частных уже позволяет вот такую систему лейных уравнений решить. Ну, правда, решение будет над полем частных. То есть там, возможно, будет деление на какие-то многочлены. Ну, давайте скажем следующее. Давайте скажем, что у этой матрицы над этим полем частных f есть какой-то ранг, ну, который у меня обозначен r. Ну и что это означает? Это значит, что есть какой-то ненулевой r на r минор. Давайте считать, что это минор, образованный первыми r строчками, r с албцами. Это можно сделать. Тогда у нас вот будет этот минор обозначим h. И давайте, ну, во-первых, скажу, что тогда над полем, ну, как нас учит линейный аугивр, чтобы решить вот такую систему линейных уравнений, мы все перемены, начиная с r плюс 1 до n, то и можем взять свободными, а остальные однозначно выражаются через свободные. И, соответственно, это нам дает базис пространства решения вот этой системы над, не над a, а над f, над полем частных, ну, который будет выглядеть как-то так. Так, вот он обозначен, сейчас я скажу. Ну, сначала запишу, потом прокомментирую. tx r плюс g t, те же от 1 до s, а то n минус r. Ну, еще раз, потому что мы можем, ну да, чтобы решить систему линейных уравнений вот с такой матрицей над полем f. Если считать, что у него ранг r и 1 r на r минор не нулевой, то мы можем все перемены, начиная с r плюс 1 до n, взять любыми, остальные выражаются. Причем выражаются как по формулам Крамера, где в знаменателе может быть только h, вот этот самый определитель. Да, здесь лучше было, конечно, написать, что это дат. Значит, я. Ну и в базе системы он так выглядит, d по dx r плюс g, tx g от 1 до n минус r, ну плюс какое-то выражение от d по dx1 и так далее, d по dxr. Да, да, да. Вот, ну и что я скажу. Давайте я вместо таких, ну вместо таких электронных полей рассмотрю такие же, но намноженные на h. И их обозначу та уже и t. Ну где g от 5 от 1 до n минус r. Ну они, вообще говоря, не порождают вот эту dx над a, но тем не менее они нам понадобятся, мы их зафиксируем. Иван, что сейчас происходит? Вы доказываете теорему ее в планах? Смотрите, я сейчас хочу доказать, да, что если x гладко и без особых точек, то алгебра dx проста. И что сейчас происходит? Происходит такая большая подготовительная работа. Ну и первый шаг, в общем, более-менее явно описать эту алгебру dx. И там есть еще обратное утверждение, что если x не гладкая, то алгебра dx не проста. но оно там совсем коротко доказывается, если опустить доказательства деталей. Поэтому хочется более интересную часть доказать сначала. То есть, а там просто строят материальные дела? Да. Так, ну в общем, сейчас вот у меня таужиты сейчас появились, их мы зафиксируем. То, что вы сейчас говорите, вы пока не пользуетесь x гладкой? Пока не пользуюсь. Вот сейчас я перейду в гладкую точку, конкретно, какую-то b. Ну и дальше буду работать только с гладкими точками, на самом деле. Пока глобально с алгеброй, в общем-то, работали. Так, давайте я сотру, наверное, здесь. Теперь я возьму точку p. Ну, в статье берут просто точку p, которая не является особой, то есть, кто лежит в x, но он лежит в множестве особых точек. Но, в принципе, начиная с этого момента можно просто считать, что x гладкая, и тогда мы просто берем любую точку. Вот. У этой точки есть идеал mp, у которой порожден, если считать, что p имеет координаты p1 и так далее, pn, то идеал порожден вот такими элементами, линейными многочленами. Вот. И то, что надо сейчас сделать, это выбрать так называемые локальные параметры в этой точке. Я напомню, что это такое. Локальные параметры в гладкой точке p но это функции у1 и так далее, у s, где, ну, которые в точке p обращаются в ноль и при этом, ну, то есть, лежат в идеале mp, и при этом их классы образуют базис пространства mp mp квадрат. Ну, пространство над полем понятно k, которое на полем k, у1 это функции в алгебре a. Здесь можно считать, что просто в алгебре a. Ну, уточнение, они на самом деле в mp живут. Конечно же. Вместо того, чтобы писать, что они в mp обращаются в ноль, можно было написать, что они в mp живут. Вот. Ну, утверждение конкретно в этой ситуации, если у нас, если, давайте, что скажем, давайте считать, что h в точке p не зануляется. То есть, мы изначально выбрали минор, который просто не нулевой, тождественно, как многочлен, но можно было сказать так, вот мы взяли точку p, и мы выбираем минор r на r, который не зануляется в этой точке, поскольку точка гладкая, то такой минор должен быть. Ну и потом уже считаем, что это минор образованный первыми r-строками, первыми r-столбцами. Ну и тогда утверждение такое, локальные параметры утверждения можно выбрать просто, начиная с r плюс 1, то есть xr плюс 1 минус r плюс 1, который мы обозначим, t первое, xr плюс 2 минус r плюс 2, t второе и так далее, xn минус pn, которым мы обозначим t n минус rt. Это локальные параметры в p. Ну, откуда это берется? Берется это, в общем-то, из следующих собраний. А то же после того, как вы переименовали переменные и уравнения, чтобы именно угловой минус r на r... Да, да, да. Просто, да, вот угловой минус r на r не нулевой, и вот тогда утверждается, что вот первое r x и так минус p, то можно отбросить, оставшиеся будут локальными параметрами, то есть образовывать базис пространства mp по mp квадрат. То есть это верно для открытого множества отблаты. Да. Но не для всех. Но сейчас вот мы, начиная с этого момента, в общем, точки p будем работать почти всегда. Да, ну, откуда это берется? Берется, в общем, это из-за того, что мы можем для каждого f и того написать разложение Taylor в точке p, которое выглядит как? Сначала значение в точке p, потом сумма df и t по dx x житая пожатого dn x житая минус p житая. Ну, потом плюс еще что-то, где это что-то уже лежит в mp квадрат. Ну, потому что это что-то, это будет сумма с какими-то коэффициентами выражений x житая минус p житая умножить на x. Умножить, ну, произведение вот таких разностей. Кажется, такая разность лежит в mp. В произведении их уже будет в mp квадрат лежать. Вот, поэтому, если рассмотреть в mp по mp квадрат, если еще вспомнить, что f житые у нас, f и ты на многообразии зануляются, они в идеале, то вот эта штука 0, и получаем, что в mp по mp квадрат справедливо вот такое соотношение. Так, здесь, да, здесь значение в точке p имеется, эту производную. Это в mp в mp квадрат. Ну, на самом деле, то есть, получается, если выписать все это в систему, то это получится вот ровно такая же система с той же матрицей и кубик, поэтому опять, как учить линейная алгебра, можно в первые r перемены выразить через остальные. Ну и, собственно, что нам нужно от локальных параметров? Ну, это такое утверждение из логебраической геометрии, что относительно локальных параметров любую функцию можно в степенной ряд раскладывать. Так, здесь я хочу стереть, но, наверное, это. Левая доска, да. Левая? А ну, можно, да, на левой. Ну, такое вот, опять, краткое утверждение, что хочу сказать, что если точка P гладкая и в ней есть локальные параметры, давайте я их обозначу U1, U2 и так далее, U S как-нибудь, ну, чтобы не смешивать с обозначениями отсюда, потому что это совершенно общее утверждение, то, если у меня есть функция F, которая регулярная функция, то ее можно разложить в степенной ряд, то есть, что такое степенной ряд, это формальный степенной ряд от переменных, от каких-то переменных, и так далее. Ну, где P, K, T, это однородный многочлен степени K, от переменных T1, T2 и T, Ну, такое, что, если я рассмотрю разность F минус P0 от U1 U S минус P1 от U1 и так далее O S минус P K, сейчас, секунду, то это будет лежать в K плюс первой степени максимального идеала, да? Зачем нам U и T и T Сейчас, U и T это Какие-то локальные параметры, то есть, конкретно в нашем случае локальные параметры я назвал T и T, а здесь это общее напоминание просто, что такой локальный параметр это такие функции 1 и 2 и S, которые образуют базис пространства Mp и Mp квадрат. Но и тут утверждение, что относительно локальных параметров можно... В одной строке написано T и в другой U Да, здесь T и T это формальные переменные, а утверждатель... это не эти T и T может быть большим называемым Лучше, да, спасибо. То есть, да, здесь T и T это просто переменные формальные, да, а тут вместо них может подставлять функцию 1.0.s. Вот, ну и должно выполняться вот такое соотношение, то есть F минус сумма первых Kpk, то должна лежать в K плюс первой степени идеалу максимального. Ну, это утверждение такое, что вот если точка гладкая, то разложение в ряд Тейлору любой функции в степенном ряд существует единственное. то есть, что это нам дает на самом деле, что у нас теперь есть вложение нашей алгебры A в кольцо формальных степенных рядов. в кольцо извините, бездраво, то есть там реальный ряд может получиться, да, там никогда он не кончится. Да, может получиться ряд. 1 на 1.0.6. Да. Вот если взять афинное пространство, из которого выколось точка, афинное пространство, афинное пространство. В каком же афинное пространство? Ну, локальные параметры не поражают. Да, локальные параметры, их меньше, чем n, это не переменные, не координаты. Так, да, вот скажем, что s это n-r. Я это пока не сказал нигде. А в негладких точках смотрите, там все еще существует разложение в степенном ряд всегда, но оно не единственное. Ну, доказательство того, что в гладкой точке все хорошо, но не очень тривиальное, там у Шафаревича. Это одна страничка. Ну, одна страничка, да. В общем, это не очевидно, потому что оно единственное. Так, то есть, вот у нас есть вложение a в r, которое t и t, вот наши локальные параметры, отображает ну, в t и t. t большой и t. Это именно вложение, но гомоморфизма годятся. Вот, короче, теперь предложение, что вот у нас есть вложение a в кольцо формальных степенных рядов, и оказывается, что дифференцирование алгебры a можно вложить в дифференцирование алгебры формальных степенных рядов, так, чтобы это было согласовано вот с этим вложением в следующем смысле, что, так, предложение, сформулирую, существует, и на самом деле единственное такое вложение p и из алгебры нашей dx в алгебру d с крышкой, это вот дифференцирование алгебры r формальных степенных рядов, ну вот такое, что коммутативно следующая диаграмма, я ее нарисую, сейчас прокомментирую, так, ну что мы можем сделать, если у нас есть дифференцирование алгебры a элемент a, то мы можем подействовать этим дифференцированием на a попасть в a, это пройти по горизонтальной стрелке, ну а потом вложить вот этим p в кольцо, а так, сейчас, стоп, я глупость написал, здесь r и здесь r, и потом вложить в кольцо формальных степенных рядов. a, b это стандартный наше положение, а слева мы построили какое-нибудь диаграмминное положение. Сейчас, я утверждаю, что есть вложение алгебры дифференцирований a в алгебру дифференцирований r формальных степенных рядов, которые согласованы с вложением p просто a в r. В следующем смысле, коммутативно, вот такая диаграмма. Еще раз, мы можем взять элемент дифференцирования элемент a, подействовать, пройти по горизонтальной стрелке, потом вложить под p. А можем сначала взять вот это отображение существования, которое пока не доказали, и вложить дифференцирование относительно него дифференцирования всех формальных степенных рядов, аналогично a, и потом подействовать. Вот утверждение должно быть коммутативно, эта диаграмма. Должны получить одно и то же. А алгебры дифференцирования и степенных рядов как-то понятно устроена? Да, это я сейчас скажу, как она устроена... Я ее не только почитал, я не знал, и удивился, как устроена его дифференцирование. она уже не так очевидна, в отличие от многочленов, но тем не менее, это сейчас будет верно, что я скажу. Так, ну сейчас надо что-то стереть. Ладно, вот это, наверное. Ну да, первое утверждение, что алгебра дифференцирования кольца формальных степенных рядов устроена понятным образом. Она на самом деле вот такая. Это r dpdxg, tpg от 1 до r. То есть, на самом деле, точно так же, как и в случае с многочленом, в случае многочленов, каждое дифференцирование алгебры формальных степенных рядов устроено, однозначно определяется действием на порождающих. Не xg, наверное, а tg, t. И не от 1 до n, а от 1 до s тогда. Потому что, опять, в переменах. Да, ну почему это не очевидно? Потому что понятно, что если мы умеем действовать каким-то дифференцированием, на t1, t2 и так далее, ts, то понятно, что мы умеем действовать на любой многочлен от s. Но что непонятно, что вообще-то есть формальные степенные ряды, бесконечная сумма, в которой мы не можем просто так сказать, что можно по правилу Лебница продолжить ориенцирование многочленов. Но есть такое соображение. Такое наукоемкое объяснение это вести топологию. Что-то непрерывные эти степени. Сейчас, любые, они будут непрерывными относительно некоторой топологии. Да. Давайте я скажу, что m0 это идеал всех степенных рядов без свободного члена. То есть, такие f из r, что f от 0, а 0. Ну и можно вот такую фильтрацию завести на r. вот r, потом m0, потом m0 квадрат, m0 куб и так далее. И определить топологию на r, которой базой окрестностей точки 0 являются вот эти самые степени m0. И утверждение такое, что если я возьму f, нет, возьму μ из r, то μ от m0 в степени i содержится в 0 в степени i-1. Вот это как раз из правила Лебница следует. Значит, любое дифференцирование непрерывно. Но оно окрестность переводит в окрестность предыдущую. Ну а раз любое дифференцирование непрерывно, и кроме того относительно топологии многочлены плотны, то получается, что значение μ однозначно определяется на многочленах. Поэтому в общем устроено так же, как и в случае многочленов. Ну и теперь отсюда следует, что если дальше доказывать вот это предложение, два, то вот это π с крышкой можно определить только единственным способом. то есть утверждение единственное сейчас просто легко получается, ну просто π с крышкой от μ мы должны определить следующей формулой. По g от 1 до n так по s это житая. Ну то есть почему? Потому что я смотрю на эту коммутативную диаграмму и в качестве элементов алгебры а беру последовательно t1, t2 и так далее и ts. Ну и с одной стороны если я возьму пару μ и ну дифференцирование произвольное вот элемент dx μ и t житая подействуя сюда получу μ от t житая ну и здесь получил получается π от μ от t житая с другой стороны если я пойду сюда то я должен получить π с крышкой от μ на t уже большое житая и должен я прийти в итоге в π от μ от t житая но в то же время если я пойду по этой стрелке то я получу π с крышкой μ от t житая то есть получается что мы однозначно определяем значение π с крышкой от μ а на всех t1, t2, tс ну а значит ну и значение это вот эти выражения ну значит они должны быть коэффициентами с учетом того что мы знаем что любое дифференцирование это какая-то такая сумма так это нам дает единственность сразу теперь ну да нормально успеваем в общем теперь отсюда следует что если я давайте вот так напишу то есть у нас получается вот такое соотношение это я просто вот сюда подставил t житая по сути да нормально вот теперь утверждение следующее из правила Лебница следует что если q это какой-то многочлен вот t1, t2 и так далее и tс то справедливо аналогичное соотношение но вместо tg я подставляю q да еще раз это соотношение не сказало на самом деле условия на коммутирование этой диаграммы но примененная вот элемент тоже доказать нам надо нам надо доказать что такая диаграмма коммутативна то есть нам надо проверить что для любого f и с волной от мю от f равно и с волной от мю п от f мы определили так чтобы это было выполнено в том случае когда f это t житая то есть переменная потом я утверждаю что по правилу Лебница отсюда следует что оно выполнено относительно для любого многочлена q от переменных t1, tс а дальше соображение непрерывности то что я сейчас говорю про соображение прерывности это надо развернуть ну вообще идейно и соображение прерывности будет следовать что если верно для многочлена q то верно и для любого элемента f из алгебры a теперь как это аккуратно сказать да еще надо сказать что в каком смысле непрерывное отображение вот это п и ну и мю да ну просто мы уже поняли что например что вот любое дифференцирование алгебры формальных степенных рядов непрерывно относительно той топологии которую мы завели ну вот но утверждение на алгебре a тоже можно завести аналогичную топологию у нас в алгебре a есть идеал mp можно устроить вот такую фильтрацию и так далее ну и точно так же как и здесь в случае формальных степенных рядов сказать что вот топологию заводим такую в которой вот степени mp являются базой окрестности нуля и опять таки верно такое утверждение что если я возьму мю дифференцирование алгебры a то мю от mp и т содержится в mp и минус первом и поэтому любое дифференцирование алгебры a относительно этой топологии непрерывно и кроме того у нас если рассмотреть сложение пи которое вкладывает алгебру a в формальные степенные ряды то пи от mp и т содержится в m 0 и т ну прям потому что пи на самом деле оно переменное т жито отправляет ну на самом деле просто потому что да пи это гомоморфизм который переводит mp в m0 все функции которые лежали в mp переводят в ряды без свободного члена в силу того чтобы моморфизм следует что и ту степень mp переводит в и ту степень 0 поэтому здесь все что можно непрерывно то есть вот пи пи с крышкой да пи с крышкой и ну и получается что если верно вот такое соотношение на многочленах и многочлены плотны в рядах то верно для произвольного f вот так вот это доказывает коммутативность диаграммы но дальше нужно проверить что это действительно гомоморфизм алгебр ли то есть уважает коммутатор но в общем это тоже прямая проверка наверное да не очень успеваю проделаться но это прямая проверка и в общем то что это вложение следует из того что если какой-то элемент переводит в ноль из крышки какое-то дифференцирование отправляет в ноль то получается что вот по этой формуле ну да тогда исходный элемент должен был действовать нулем на всех изначальных локальных параметрах t1 t2 ts и тогда должен был быть нулем то есть в общем такое доказательство довольно техническое в общем утверждение оно нам нужно оно говорит что если мы умеем вкладывать ну алгебру а в формальные степенные ряды то и дифференцирование алгебры а можно естественно подложить дифференцирование формальных степенных рядов так и теперь что надо заметить вот я здесь когда-то ввел таужиты вот таким образом можно совершенно точно сказать куда отправляются из крышки под действием пискрышка эти таужиты утверждение они отправляются в пиотаж дпд житы дпд таужиты вот ну почему это так надо просто посмотреть вот на эту формулу на самом деле если я возьму сейчас ну да я беру вместо мю подставляю вот такой таужиты то есть сумма q 1gd по dx1 так далее qrgd по dxr получаю сумму пиот мюот тжитое а что такое пи что такое мюот тжитое если я таужитом подействую на давайте не тау на ткатом то надо вспомнить что ткат это на самом деле вот тут где-то определялось ткат это хкат минус пкат и поэтому если я дифференцирование таужитой действую на ткат на хкат минус пкат то d по dx1 и так далее d по dxr его обнуляют ну а действует нетривиально только d по dxr плюс житое остается вот h но еще нужно значение в точке p подставить поэтому получается нет не надо подставлять значение в точке п прошу прощения вот просто получается p от h d по d джитое которые которые почти докажет то что надо было доказать утверждение про простоту алгебры dx в общем конструкция насколько понимаю на самом деле стандартная в теории дифференцирований вот у нас есть алгебра которую я вроде как обозначал d с крышкой да ну алгебра всех дифференцирований ну на ней можно завести фильтрацию следующим образом d с крышкой и т и минус 1 лучше написать это m0 и т d с крышкой то есть все дифференцирования у которых коэффициенты при d по d джитое это многочлены степени и или больше не многочлены а в смысле они не содержат компонент степени и минус 1 и меньше ну и фильтрация такая заводится d с крышкой равная d минус 1 d минус 1 это просто с крышкой по формуле вот так ну и утверждение такое что если я возьму коммутатор d и т и джитое то я попаду d плюс j это следует из определения и свойств дифференцирований просто из того что ну коммутатор это буквально коммутатор t и джи минус даже 2 все откуда берется минус 1 нулевой это должно быть у нас d t это минус 1 да продифференцирование уменьшает степень если у нас вот мы писали что-то что-то выше написано d и минус 1 и равную подставку да и минус 1 я не умею читать да да вот ну и есть такой объект просто прямая сумма вот таких факторов ну и так далее ну есть такое отображение которое негаломорфизм тем не менее естественно устроено которое дифференцирование d с крышкой и отправляет d с крышкой вот в это это градуированное кольцо ну каким образом оно берет элемент tau если tau не нулевой то значит он в каком-то d житом лежит в каком-то следующем уже не лежит ну и мы просто определяем что w от tau это tau плюс d g плюс 1 с крышкой вроде как такой стандартный объект тюре да 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 ну то есть по сути да мы берем tau и смотрим на первую компоненту ну смотрим на компоненты всех степеней tau смотрим первую ненулевую и вот ее только оставляем так это это отображение негомоморфизма оно нелинейное сейчас значит d с крышкой это алгебра линия да это алгебра дифференцирования всех формальных степенных ритов ну это такое градуированное кольцо видимо коммутатор ну да то есть типа коммутатор можно определить так если берем два анарозного кольцирования то и коммутатор тоже да то есть надо взять тупой вот это от образа и получится видимо коммутатор но это только на вот так да в общем да алгебра ли ну да да алгебра ли потому что что тогда вы говорите про это отображение я хочу сказать что оно уважает коммутатор на самом деле то есть оно не линейное оно не линейное ну потому что если мы берем два противоположных элемента которые отправляются не в ноль то то они оба попадают в джитая с крышкой по джи плюс первой с крышкой допустим но их сумма нулевая она сюда попасть не может она должна 0 ну да вот но тем не менее условно коммутатор выполнено то есть если вот вторая часть этой формулы не ноль то есть если коммутатор омега тау омега от этого не ноль то вот такое соотношение выполнено ну откуда оно берется ну в общем просто потому что я могу тау записать как тау жи т плюс тау жи плюс первой и так далее могу записать ню как ню к т плюс ню к плюс первой и так далее то есть начинаю с компонента степени жи потом степени жи плюс один и так далее ну и ну да и тогда кому то тогда коммутатор тау и это лежит сейчас конечно могу могу запутаться в значениях но в общем ну в общем да да конечно коммутатор это коммутатор тау житого и это катого ну плюс что-то больше степени ну и соответственно образ коммутатора при вложении это вот такая штука вот и теперь можно доказать предложение наверное самое главное здесь собственно теперь приступаем к доказательству простоты алгебры dx в случае когда x гладко ну и первое предложение которое в сегодняшнем докладе третье оно такое что пусть пусть у нас в алгебре dx есть какой-то ненулевой идеал и какая-то точка на многообразие которая будет гладкой опять-таки можно считать что просто x гладкая тогда это любая точка вот утверждение существует в этом идеале некоторое дифференцирование и также существует какой-то многочлен элемент алгебры астрок говоря такие что если я применю это мюк f и посчитаю в точке t то получу не 0 ну то есть грубо говоря это про то что нам в континенте что надо доказать что g это вся dx предложение про то что g достаточно большой там есть такой мюк что при применении его какому-то f получается ненулевое значение в точке p доказательства ну как возьмем воспользуемся тем что g ненулевой значит там есть какой-то элемент это который ненулевой и я сначала это самое это вложу ну вот тем вложением без крышкой продолжим додифференцирование формальных степенных рядов ну и потом применю к нему вот это вложение омега ну и в результате получится какая-то сумма уже от t1 и так далее и до с d по d до до житая того до с ну где эти ужиты это все многочлены одной и той же степени однородные некоторые из них возможно нулевые ну то есть откуда это берется я вот взял пи от это получил какое-то дифференцирование формальных степенных рядов которое как устроено это какое-то g1 d по d d1 и так далее gs d по d d ds вот я посмотрел на g1 g2 и так далее gs взял наименьшее такое d что среди g1 g2 gs есть какой-то у которого d однородная компонента не нулевая но я оставил только d однородной компонент так устроено отображение омега ну это я их обозначил ужитая некоторые из них возможно нулевые это нормально но главное то что какая-то из них есть не нулевая вот возьму ее уже нулевое ну и там если это не нулевой многочлен то у него есть какой-то так как они у меня обозначены обозначены k1 есть какой-то маном ну при котором коэффициент не нулевой какой-то а ну и плюс еще что ну и тогда что можно сказать можно сказать что если я к многочлену этому уже ноль применю ну продифференцирую его k1 раз по t1 потом k2 раз по t2 потом так далее ks раз по ts то получится какая-то константа которая будет не нулевой ну просто все понятно только я совершенно не понимаю зачем вот как-то так это омега вообще ну то есть берем дифференцирую если она так сказать большой степени то мы его коммутируем с tpdx и уменьшаем степень надо только понять что она не может коммутировать но вот такое рассуждение а tpdx не лежат на шелке? как так не лежат на шелке? ну никак если не есть не ощущаться а что я ааа вот вот в этом проблема да тогда непонятно ничего мы переходим в формальные степенные ряды да зачем нет формальные степенные ряды пожалуйста а нет все правильно извините мы уже в формальных степенных рядах я не понимаю зачем градуированное д? еще раз у нас есть формальные степенные ряды там dpdx есть но они не лежат в образе у нас сидит у нас чем дорожный компонент мы же отобразили дифференцирование x дифференцирование в степенных рядах видите вот там dx и ds крышечка они в образе dx внутри ds крышечки могут не лежать окей я вообще не понял рассуждения а как же омега с этим делом помогло то есть вот я пока не сказал то что надо это слушать сейчас омега оно по сути просто оставило только какую-то дэту однородную компонент у каждого dpdx ну окей ладно дальше о чем мы говорим так что я хочу сказать вот я взял какое-то это теперь хочу к этому это применить ну то есть прокоммутировать это сначала с tau s ks раз потом с tau s минус 1 ks минус 1 раз и так далее до tau 1 k1 раз так это но вот это уже непонятно потому что эти вот 4 и 5 почему они лежат на шарах а сейчас это на самом деле проблема в том что в этот момент авторы говорят что для упрощения обозначения что писать не будем да идея композиции кишкишка и омеги она сервитивна она вообще не сервитивна потому что антран ого resto какое-то отображение не сервитивна но когда Да, ты его на что-то ограничиваешь, а что у нас суриктинка? Риспределение нестандартного анализа, нестандартного анализа. Ошире мысли. А то вот зашорились, что если одно не суриктин, то и композиция не суриктин. Ошире надо. Ну, я имею в виду одно суриктин, одно одно. Любое из однородных получается из членов. Сейчас, нет, я не понял, во всем здесь проблема. У нас и tau, и t, и это, они все дифференцирования алгебры a. Они в dx. В назначениях проблем в том, что tau пишется похоже на t, и, по-моему, это смущение. А, может быть. Но tau, я напомню, они вот такие. Это дифференцирование. Это же не по переменным, а по вот этим что-то. Нет, здесь все нормально. А эти лежат в полпосы? Да. Все нормально в этой строчке. Да, что я хочу сказать, что, во-первых, это лежит в g, потому что g это идеал, это лежало в g, но мы просто коммутируем его много раз с какими-то элементами алгебры dx. И, в общем, что хочется про них сказать, давайте посмотрю, ну а что будет, если я прокоммутирую первый раз, на самое первое коммутирование того и сета посмотрю. И потом результат вложу с помощью пис-крышкой, дифференцирования формальных степенных рядов, и потом еще оставлю только самую младшую однородную компоненту, которая есть, и нулевую. Так, ну здесь, во-первых, во-первых, пис-крышка, это гомоморфизм алгебры dx, поэтому можно под коммутатор занести. Во-вторых, омега, хоть это и не гомоморфизм алгебры dx, но вот таким свойством обладает, поэтому тоже под коммутатор можно занести. то будет это tau. Так, вот так. Теперь вспоминаю, что такое пис-крышка стауэс, вот я это выписал в какой-то момент, это пиотаж dpd taujite. То есть на самом деле это вот просто одна такая dpd taujite, ну на какой-то многочлен. вот так, это tg, t здесь, да. Большое. h, ну сейчас h это многочлен, ведь просто. Ну да, но нам нужно, чтобы он не лежал до тиральной нашей, но он, по-моему, не равен нулю как раз. Да, вот смотрите, да, у нас важно то, что h от p не равно нулю, поэтому вот такое дифференцирование, если на него подействует омега, оно будет лежать вот в самой первой компоненте, вот здесь оно будет лежать. То есть у нас есть частная производная, на самом деле. Да, да, то есть на самом деле это, в общем-то, одночастная производная будет с ненулевым коэффициентом. Я все еще утверждаю, что омега тут как-то для пущей научности, и вообще она у меня... Ну, я не исключаю это, да. Из омеги что за наука? Нет, ну просто у вас есть дифференцирование, вы разлагаете по однородным, и там есть отрицательная компонент, и вы его, как бы, с ним коммутируете, и степень там минимально уменьшается. Ну, а вот вместо этой омега отпис-крышки от этой я пишу, вот, собственно, явный вид его. Ну, и теперь вопрос, как это прокоммутировать. В общем, понятно, как. Нужно просто, воспользовавшись тем, что здесь это просто... Ну, просто, по сути, применить д по д т житое, вот к этому житое каждому. Ну, только сейчас у меня вот здесь S, которая превратилась в G. Прошу прощения, здесь S. И в итоге получается H от P на сумму по всем G от 1 до S D у житое по D от S. Ну, и D по D от E житое. Ну, то есть, по сути, вот первое помутирование, оно, по сути, просто дифференцирование всех ужитых по TS. Ну, следующее аналогичное. Просто дифференцирование по TS, там еще KS раз, потом PTS минус 1, KS минус 1 раз и так далее. Иван, остается не более 10 минут. Да, да, да. Предлагаю, может, так начали с консультурами. Да, сейчас. Я закончу доказательства предложения тогда. Собственно, что это нам дает? После того, как я применю все вот эти коммутирования, у меня коэффициент вот этого ужи, оно превратится в вот эту самую константу после всех дифференцирований. И в результате вот этот элемент, который я обозвал μ, ну, он будет как раз иметь вот такой вид, какая-то константа, неизвестно какая, главное, что не нулевая. Потом будет d по d, t же 0 получается. Ну, потом, возможно, еще какие-то элементы будут в нулевой компоненте, неважно какие. Ну, и потом компоненты первой степени, второй и так далее. И это μ лежит в g, напомню. Ну, а теперь в качестве многочлена f, которое надо найти, напомню, надо найти такой f, что μ от f в точке p не 0. Я просто беру t же 0. Так, ну, f должен в a лежать, поэтому я беру t же 0. И это, да, это не μ, конечно, а вот это ω от без крышки от μ. То есть, просто теперь, если я... Ну, да. То есть, да, главное, что здесь получается, что мы нашли такой элемент μ, что если вложить его сначала в степенные ряды, а потом применить ω, то получится... Сейчас, прошу прощения, здесь ω уже не надо применять, просто без крышки от μ, оно вот такое. Это a, d, p, d, 0 и так далее. То есть, вот здесь при d, p, d, 0 есть не нулевой коэффициент. Поэтому я, если я возьму многочислен f, равный t же 0, то μ от f μ от этого t же 0, это будет просто a. Ну, в точке p, если посчитать. Это будет не 0. Так. Ну и теперь, собственно, до доказательства осталось два предложения. Первое совсем коротко доказывается, второе доказывается коротко по модулю одной технической лембы. Предложение, наверное, 4. В общем, мы доказали, что есть такой элемент f в а, что μ от f в точке p не равно нулю. Предложение есть в такой же в тех же допущениях, что здесь предложение 3, что вот у нас есть элемент g для x и такой μ g. Ну, такие, что μ от μ от g, не 0. Это в точке p. Доказательства. Ну, здесь реально быстро. Просто у нас есть такой f, по предыдущему предложению, что μ от f от p не 0. Ну, попробую взять f квадрат и попробую рассмотреть μ от f квадрат. Сейчас, давайте, не так. Я попробую взять в качестве g тоже f и рассмотреть μ от f от p. Если это не 0, то победа. Поэтому предполагаем, что 0. И тогда берем g квадрат, f квадрат. Получаю μ от μ от f квадрат. Это μ от 2f мю от f. Ну, и здесь правило ревница. 2μ от f в квадрате плюс 2f мю от мю от f. Ну, если я теперь поставлю сюда точку p, то вот это обнулится по предположению, а это не обнулится тоже по предположению. Поэтому либо f, либо f квадрат подходит. То есть, мы это же самое, что не там. Это не фенитера какая-то. Да, из g, да. Но для льмы фенитера не сделала, не а не сколько-то. Да, и теперь, как я и обещал, по модулю одной леммы, которая доказывается в виде серии лемм, из которых в одну строчку. Вот, мы докажем простоту алгебры dx, в общем, теорема. Ну, если x гладко, тогда dx проста. Доказательства. Ну, давайте для каждой точки p из x. Мы тут предложение 3 и 4 доказывали для гладкой точки. Но вот у нас x гладко, поэтому все точки гладкие. Мы зафиксируем... Сейчас, да, но... Да, если я доказываю, что dx простая, то я хочу доказать, что любой идеал совпадает с dx, не нулевой. Поэтому я беру какой-то идеал, который не нулевой, dx, и вот для него доказываю, что он совпадает с dx. Как доказываю? Для этого идеала фиксирую μ и f и g. Для каждой фиксируемой точки p, да. То есть, по-хорошему, стоило обозначать вот это как с индексами, но вроде это не приведет к путанице. Ну вот, выбираю их так, что вот в соответствии с предыдущими предложениями. То есть, чтобы μ от f в точке p было не 0 и μ от μ от g в точке p было не 0. Так, μ мы, наверное, выбрали до точки p. Для каждой конкретной точки p выбирается свою μ, свое f и свое... Предложение 3 существует. Я вот только не пойму, зачем нам же f, потому что g вроде подойдет в качестве f. А нам нужно одновременно и f и g. Нельзя взять f и g. Сейчас, ну не всегда, наверное. Еще, что нам важно, объяснял, что иногда подходит f, а иногда f квадрат может решать. Да, доказательство. В качестве g не всегда подходит f, а в качестве f всегда подходит g. Не знаю, точнее статус. Ну, если μ от f равно 0, то μ в квадрате от f точно не работает. А, ну... Короче, пошли в улучшение, бачная работа. Ладно. Ну, в общем, короче, вот так я дорасскажу. В общем, мы рассмотрим такую вещь, идеал, который соответствует точке p, и он порожден вот следующим элементом. μ от f, μ от μ от g. Это главный идеал, порожденный одним элементом. Вот таким. Ну да. И в качестве идеала i я возьму сумму таких идеалов по всем точкам p из x. И, в общем, утверждение, вот про которое я сказал, что оно следует из серии нескольких лем, каждый из которых это какое-то упражнение с дифференцированиями, что ip, сейчас я себе подсмотрю, да, ip, примененный к dx, обязательно лежит в g. Вот. И вот по модуле этого утверждения теперь что можно сказать? Сейчас, извините, что такое ip, аминенный к dx, это смысл коммутатор, да? Ну да, ну у нас dx это алгеброли, да, коммутатор имеется в виду. ip это в а идеал. Стоп. Нет, ip это в dx идеал. Стоп, 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 нет, ip это в а. Это просто умная дожить. Мы взяли предводник дифференцирования, умножили на это. А, да, не, 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 все нормально, да, это дифференцирование, это дифференцирование, а это функции. Можно сказать, мы умнуюли к нам эту функцию. Я знаю, сумма, мы называем, ну, как всегда, там, конечную. Да, 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 ну, сумма это все элементы, которые предоставим в виде какой-то конечной суммы элементов, ну, по какому-то конечному множеству точек, да. Но так или иначе, если вот это верно, то для суммы это тоже верно. И теперь что остается заметить, что для каждой точки P в этом идеале есть элемент, который в этой точке P не зануляется. Вот мы просто определяли P как идеал, порожденный вот таким элементом, который в точке P не зануляется. Ну, значит, этот идеал по теореме Гильберта о нулях должен совпадать со всей алгеброй функции. То есть, вот, самый главный момент здесь это вот это утверждение. После него применяем теорему Гильберта о нулях, получаем, что идеал это все А, но в частности, единичка там лежит. Ну, а значит, если I на dx лежит G, то dx лежит G. Ну, а значит, dx должно совпадать G. А еще раз, можете объяснить, почему I на dx, и P на dx лежит G? Ну, вот еще раз, это утверждение, которое следует из нескольких лем, каждый из которых в одну строчку доказывается. То есть, это не прямо из наших рассуждений? Не из наших, это упражнения с дифференцированием какие-то, но у меня все выписано здесь, просто я не успеваю их написать сам. Это что, ожидается, что вот это вот не в любом и нулевом идеале? Нет, и P он строится по этому шуточку. А, и P он строится по этому шуточку. И P строится вот по двум предыдущим предложениям. Просто он строится так, чтобы он был не нулевой. Ну, это, конечно, очень странно, потому что dx — это всякие дифференцирования. Вот мы взяли какой-то идеал, и мы начнем с такой множественной функцией, что возьми любое дифференцирование и умножь все коэффициенты на вот эти ИП, и попадешь в этот идеал. Это как-то странно. Что любое дифференцирование умножением можно загнать в данный идеал. Я думал, в апостриории это не странно, потому что идеал совпадает совсем до x. Ну вот у меня такое же ощущение, что я доказательства прочитал, но как-то осознаюсь, откуда оно берется, почему это естественно у меня не получилось. Но доказательства, еще раз, это какие-то упражнения с дифференцированиями, которые реально к этому приводят. Хочется понять, скажем так, можно принципиально, где мы от точки, вот все предыдущие было в какой-то точке. А вот здесь, когда теоремы гильпер на нулях, по сути, применили. Нет, вот... А, может быть, да. Можете рассказать, вот это утверждение про ИП, где оно в статье? Какое оно в статье? Смотрите, я сейчас то, что рассказывал, я рассказывал по третьей части, а утверждение про ИП, на самом деле, во второй части чуть больше общности доказано. Хорошо, а наступка в другую сторону? В другую сторону, но давайте я это быстро сейчас сделаю. Ну, там, в общем, долго, если доказывать одну лему, и быстро, если не доказывать. Конструкция, да. В общем, если у нас в многообразии особо, то в алгебре всех регулярных функций можно рассмотреть идеал, который задает множество особых точек. Ну, точнее говоря, достаточно рассмотреть не его, а идеал, порожденный r на r минорами матрицы Е куби. И утверждение 1 лемма, скажу, что если мю дифференцирование алгебры А, то оно отправляет этот идеал в себя. Ну, доказательства — это какие-то упражнения с дифференцированием, в общем. Вот, теперь конструкция, которая явно строит идеал, который будет нетривиальным в алгебре дифференцировании. Ну, это конструкция, это предложение. Давайте рассмотрим вот такой идеал G с индексом i. Это все дифференцирования, которые переводят алгебру А в i-тую степень вот этого идеала и синг. Вот, утверждение, что при достаточно большом i такой идеал, во-первых, это идеал для любого i, во-вторых, для любого i этот идеал не нулевой, и, в-третьих, при достаточно большом i этот идеал не совпадает с алгеброй всех дифференцирований. Вот, ну, утверждение, почему это идеал? Ну, потому что, если я возьму μ из g, и это просто какое-то дифференцирование, то я должен прокоммутировать и проверить, что лежит в g. Ну, я подействую на произвольную функцию f. Ну, и вот по модулю утверждение, что ising переходит в ising на самом деле. Просто теперь, поскольку μ лежал в gi, то вот это у нас в i-т степени автоматически, потому что это μ, примененное, это от f. Ну, а это на самом деле, что это μ от f, оно лежит в ising, а потом я применяю это, и из того, что это от ising лежит в ising, следует, что это от i-т степени лежит в i-т степени. И в результате это лежит в i-т степени. Ну, вот, еще утверждение такое простое, что этот идеал не нулевой никогда. Ну, оно совсем просто доказывается. Я просто возьму какой-нибудь f. Ну, вроде он, i-т степень должен быть в i-т степени, в i-т степени переводить. Соответственно. Смотрите, сейчас. Не-не-не, все нормально, потому что... Да, если бы мы не знали про свойства, вот это свойство, то i-т степень перешла бы в i-1. Но мы еще дополнительно знаем, что просто i-sing переводит в ising. Поэтому на самом деле в i-т. Вот так. Сейчас, теперь, если вернуться в 2, то идеал g-i никогда не нулевой, потому что я просто могу взять любое дифференцирование не нулевое и домножить его на f, которое лежит в i-т степени ising. f-tau и получится g-i-t. Вот, ну и третья часть... А почему есть любое дифференцирование не нулевое? Я возьму какое-то не нулевое дифференцирование. Почему они есть? Ну, потому что мы в самом начале вроде как описывали алгебру, алгебру всех дифференцирований. И мы поняли, что это просто... Ну, все дифференцирования не устроено как дифференцирование. Сейчас, почему там не получится что-то тривиальное? Может, вот эти, которые написаны, годятся, нет? Ну, например, да. А, вот это точно не хребрирование на штуке. Ну, да, вопрос, который вы задали, наверное, более простой дед, имеет, в общем, эти годятся. Ну, и третье. В общем, почему же и т не равно dx, если и достаточно большое? Ну, понятно, что это одна функция, а по модулю стерили. Ну, оно понятно по модулю поверить в рождение, которое само по себе не очень очевидно. Просто давайте я возьму какое-то дифференцирование из dx и рассмотрю, если оно не нулевое, то на какой-то функции оно не ноль. Да? Но в то же время вот я точно могу сказать, что i, это синг, лежит в идеале mp, где p точка на x, любая. Ну, потому что mp это идеал функции, которая занимается в x, а mp особая точка. Да, особая, особая, да. Понимаю, так как пересечение степеней этого главного идеала, оно равно... Да, пересечение вот такой, ну, факт сам по себе не тривиальный, но, в общем-то, то, что пересечение всех степеней главного идеала mp, оно равно нулевому идеалу. Ну, а значит, я могу взять такую большую степень i, чтобы tau от f не лежала в i-то степени этого идеала mp. Ну, тем более, не будет лежать в i-то степени и синга. Не лежит, да. Так. Вообще, вот такая конструкция здесь получилась быстро, но за исключение вот этой лембы, которую писать было бы чуть подольше, потому что матрицу надо выписывать. Ну, в целом, тоже там доказательства такое элементарное. То есть, вы не говорите, что это, как вы сказали, не говорите, что это идеал особых точек, а что это идеал порожденный минорами. Да, да, да. Тогда удастся вот такое доказательство. Ну, я это бы сказал, возможно, не очень четко. Идеал порожденный r на r минорами. Минутриц и r. Где r, ну, где r, это по размерности x получается. Что такое особая точка? Когда нам их матрицы меньше, чем у нас. То есть, получается, следующая штука, на самом деле. Тут нам все, что нужно было, то, что некий идеал исходной алгебры попадать внутрь себя. Инвалентен, относительно не все. Да. То есть, как бы, получается, следующая штука, что вот для гладких многообразий такого не бывает, да? Относительно все алгебры дифференцированы, негативные. Ну да. Да, только этим пользовались. Для гладких многообразий мы получаем заведомо такие бесконечно-мерные алгебры, потому что если есть хоть одно негативное дифференцирование, можно умножать на любые регулярные функции, поэтому такой бесконечно-мерный. Что-то вот интересно просто это в принципе не видно как-то для произвольных алгеб, что если вот здесь есть инвариатные диал, то вот так же, видимо... Это же как дифференцирование какой-то данной алгебры. Ну да, но я потому что не обязательно в фильме какой-нибудь бесконечно-порожденной может быть. Ну, можно так. Мы использовали теорию гипертенцирования. Нет, ну я вот про последнее. То есть, потому что есть варианты идеалов тогда и только тогда, когда алгебра дифференцирования простая. Или это не совсем... Мы в актуруте использовали это вот все. Ну вот, смотрите. Все, что я не успел рассказать, это откуда берется это утверждение. Еще раз, оно берется... Да, это не его ключевая. Но берется оно вот как-то из нескольких глен, каждая из которых простая. Простой упражнение про дифференцирование. Да. Я вам уходит идею в написании. Точно. Я посмотрел сетью, и там ведь вам берут такие штуки. Там берут вот это вот мю в идеале, берут какой-то там, где-то и в сирене это икс, и берут какие-то скопки такого амю на в тау, и а и б какие-то там какой-то мю, а, т, там, что-то там. Все мы не проверяем, чтобы амю по-прежнему лежала в идеале. Потом у других получаются какие-то комбинации, что-то на мю, плюс что-то на тау. Если выписывают пару штук, вычитают, получается, что здесь у нас пакемент первая штука оказывается в идеале, вторая штука и будет это вот мю, д, мю, 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 ж, метал. Ну да, да, там вот какие-то что-то в таком стиле. То есть они комбинируют, это чисто какая-то венторика дюйсирования, я там не убедил какой-то идеи, бог есть. Ну, может быть, это там есть, но не написано. Хорошо, а там нет каких-то теорем, что если многообразие неизоморфное, то и алгебра неизоморфная? Ну, в первой половине вплоть до доказательств этой теоремы нет точно. Там дальше что-то еще происходит, видимо, какой-то анализ, как выглядят алгебры дифференцирования эти в конкретных случаях, но дальше не смотрел. Потому что было бы классно, если бы разные многообразия давали разные алгебры, мы имели бы много алгебр. Ну, Есть еще вопросы, комментарии? Если нет, то спасибо Ивану большое, провел большую работу, подготовился.